Если б я мог быть гиеной, если б мог остервенить против этого адского поколения, вы комедианты, шуты, а не мы. Чего же ты хочешь, сапожник? Прошу, ваше высокоблагородие! Чёрт, Иванович, коль ваша такая милость, сделайте меня богатым человеком. Вы мне такое представьте, чтобы у меня от радости дух захватило, и чтобы мыслей в голове никаких не было. Нет покоя в душах героев режиссёра Мотыля. Мечутся, обличают, страдают, яростно любят и столь же страстно отвергают. Опускаются порой до ненависти и мщения. Гибнут. За что же так не милосерден к своим персонажам их создатель? Ведь, как правило, он всегда был сценаристом или соавтором драматургов, а значит, человеком, имеющим право на создание той или иной ситуации. В его власти было распоряжаться судьбами героев кинолент. Не своеобразная ли это компенсация за те обиды и страдания, что с рождения сопровождают Владимира Мотыля, как человека и режиссёра? В эпиграфе нашей программы незаконченные строчки Пушкина. Их просил процитировать сам герой. Однако полностью они звучат так. «Ты – царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум. Но если ты – царь, то принимай всё по-царски, с пониманием, что назначенное тебе придёт не в юности, а в возрасте зрелости и мудрости. И на пути превращения человека в царя обязательно будут встречаться препятствия. Так что судьба создателя, бесспорно, самой народной картины, любимой десятками миллионов зрителей, вовсе не исключение. Сегодня Владимир Яковлевич Мотыль – народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства «За белое солнце пустыни», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кавалер ордена «Знак почёта», заслуженные деятели искусства Таджикистана, почётный гражданин города Душанбе и лауреат Государственной премии Таджикской ССР имени Рудаки. Немногие коллеги Мотыля могут похвастаться тем, что их личными цензорами были первые лица государства. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин великодушно разрешил прокат военной трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша». Агент Сек Брежнев с семьёй благодушно отнёсся к белому солнцу пустыни. Смольный ходатайствовал о запуске в производство «Звезды пленительного счастья». А в эти дни начинается монтажно-тонировочный период нового киноромана режиссёра Мотыля «Багровый цвет снегопада». Была какая-то длань, так сказать, рука, которая приходила в самые какие-то отчаянные моменты жизни, не только, я имею в виду, физические, но и спасение, когда уже отчаяние подступало к горлу, когда уже заваливался третий, четвёртый сценарий, понимаете. А потом вдруг, вдруг, дуриком как бы, оказывается, вот эта вот моя тема, я её не рассчитывал, а она прошла, понимаете. Вот так удалось почти за полвека снять, значит, ну вот десятый фильм я снял, значит, раз в пять лет. Ваше благородие, госпожа разлука, Всё мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Ваше благородие, госпожа, Удача, для кого ты добрая, а кому иначе, Девять граммов в сердце, постой, не зови, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Девять граммов в сердце, постой, не зови, Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Перестаньте черти, да клясться на крови. Эх, не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Перестаньте черти, да клясться на крови. Эх, не везёт мне в смерти, повезёт в любви.